Здравствуйте! С вами Самойленко Наталья. Имея канал на YouTube, мы, конечно, подглядываем за нашими коллегами-блогерами. Мнение одних мы разделяем. К чему-то относимся с недоверием, профессионализмом некоторых восхищаемся. Но иногда нам попадаются такие сюжеты, что волосы становятся дыбом. Мы открываем еще одну рубрику на канале под названием «Мифы и легенды в садоводстве». Начать хотелось бы животрепещущей темы, которая в скором времени коснется или уже коснулась многих садоводов. Это нашествие тли. Тля. Ну кто из садоводов не знаком с этим насекомым? Да, пожалуй, нет ни одного владельца загородного участка, который не вел бы неустанную борьбу с ней. В очередной раз, приехав на дачу и увидев ущерб, который принесла тля, мы садимся перед монитором и ищем то волшебное средство, которое решит нашу проблему. А интернет спешит нам на помощь. К примеру, на ютуб очень много каналов с яркими заголовками. У вас тля? Смотрите видео, и у вас ее никогда не будет. Или, к примеру, суперсредство тля уйдет раз и навсегда. В итоге мы жалеем либо потраченное время, или идем на поводу у блогеров и бежим за волшебной пилюлей в магазин. В этом сюжете мы разберем самые яркие советы по борьбе с тлей. И предложим свой вариант. Расскажем, как мы боремся с этим непростым вредителем. Первый совет, который нам попался на глаза, это ловчий пояс для насекомых. Блогер предлагает одеть пояса на все деревья, и это, по ее словам, избавит вас от тли раз и навсегда. Ставка делается на то, что муравьи являются разносчиками тли. А за счет клейкой структуры они прилипнут к поясу и не смогут разнести тлю по деревьям. Звучит вроде бы все логично. Вот только не работает почему-то. Может, блогер не сказал, а садоводы не догадались, и пояс садили задом наперед, к примеру, липкой стороной кори. Или производитель пожадничал, и ловчий пояс получился не таким уж и ловчим. Давайте разберемся. Муравьи действительно испытывают очень теплое чувство к тле. Они, словно заботливые фермеры, ухаживают, пасут, доят и даже защищают ее от некоторых хищников. Более того, маленькие фермеры собирают и хранят яйца, тлив своих муравейников в течение зимы. Весной они переносят вылупившуюся тлю на растения, выбирая самые лакомые места. И опять же, все вроде бы верно. Чем же я так недовольна? Ну, во-первых, ловчие пояса очень быстро теряют свою липкость. Элементарная пыль, оседая на липкой стороне, делает ловушку менее эффектной. Плюс, муравьи достаточно сообразительны и способны прокладывать себе безопасные маршруты через ловчие пояса иногда, а не строй даже целые мини-дороги. Во-вторых, тля, кроме бескрылой фазы, имеет еще крылатую. Благодаря крыльям и ветру она может пересекать любые расстояния. И в этом случае ловчие пояса нас не спасут. И если я не ошибаюсь, то не все муравьи пасут тлю. И вдобавок ко всему, не каждая тля их интересует. Вспомните, у вас на участке муравейника может и не быть, а тля все равно присутствует. Из всего вышесказанного следует, что ловчие пояса на самом деле могут помочь, но полностью проблему не решат. Я напомню вам, что в первую очередь ловчие пояса используются как средство мониторинга. И только во вторую, как средство борьбы с вредителями. Второй совет, который очень удивил и вызвал улыбку, это использование Кока-Колы. Воистину, это культовый напиток. Напомню, что были времена, когда Кока-Колу продавали в аптеках и прописывали как успокоительное средство. Более того, в свое время она была аналогом современной Виагры. И вот теперь, спустя 150 лет, ее начали использовать как инсектицид. Наткнувшись на бурное обсуждение использования Кока-Колы как лучшего и надежного средства против клея муравьев, мне стало интересно, кто еще в мире поливает Кока-Колой растения. И знаете, оказывается, это не наше изобретение. Кроме наших садоводов, ее используют некоторые бедные фермеры в Индии. Они посчитали, что это более дешевое средство, нежели профессиональные инсектициды. Возможно, ортофосфорная кислота или по-другому регулятор кислотности становится губительным для тли и муравьев. Однако, компания Кока-Колы не поощряет такое использование своего продукта и утверждает, что использование напитка в качестве инсектицида глупо и неэффективно. Если честно, то и мы достаточно скептически относимся к этому способу. Во-первых, всех муравьев все равно не убьете. А во-вторых, Кола все-таки содержит много сахара. И на сладенькое могут прилететь или приползти гораздо более серьезные вредители, по сравнению с которыми тля покажется безобидным насекомым. И последний оригинальный рецепт борьбы против тлей – это, внимание, никогда не догадаетесь, водка. Берете бутылку водки, одеваете насадку с опрыскивателем и вперед. А спорить эффективность этого метода я не берусь. Он действительно должен быть эффективным. Но, как говорил герой одного фильма… Пол-литра? Пол-литра. В дребезги? Конечно, в дребезги. Да я тебе дребезги. Комментировать этот метод я, с вашего позволения, не буду. Единственное, думаю, что водка должна быть очень дорогой. Хороший. К примеру, Абсолют Кристалл. Бутылочка, если не ошибаюсь, стоит тысячу долларов. На худой конец подойдет водка-белуга. Не воспринимайте, как реклама. А представляете, какой эффект будет, если вы обработку проводите в теплице при закрытых окнах и дверях? Ужас! Ну а теперь серьезно. Мы с вами знаем, что большинство вредителей зимуют в почве, в трещинах коры, на молодых побегах у основания почек. И как вы думаете, где откладывают свои яйца тля? Правильно, у основания почек. Проснулась, и вот он стол с едой готов. Поэтому весной, еще до распускания почек, имеет смысл опрыскать свой сад профилактином. У него достаточно большой период действия. Он работает при низких температурах и самое главное, не смывается дождем. Но какой бы сильный профилактин не был, а это действительно очень сильное и эффективное средство, после появления молодых листьев, все равно небольшое количество тли вы обнаружите. Ее уже можно будет убрать вручную, можно использовать зеленое мыло. Ну, если честно, мы используем инсектициды. Например, нам очень нравятся октора. Если во время, еще до распускания почек, этого не сделать, то с тлей будет бороться гораздо сложнее. Ее будет много и достать ее будет уже не так просто. Тля поселяется с нижней стороны листа, лист скручивается и достать ее там опрыскивателям довольно затруднительно. Подводя итог, скажу, от тли избавиться раз и навсегда у вас не получится. Этот вредитель, который будет докучать вам всегда. Махнуть на нее рукой и поступить по принципу «пусть подавится» тоже не выйдет. Опасность тли не только в том, что она уничтожает молодой прирост. Как-нибудь мы бы это пережили, но тля является переносчиком вирусных заболеваний, а их окторой уже не вылечить. Народные методы, такие как раствор горчицы, табак, мыльный раствор и многие другие, эффективны в закрытом грунте. То есть дома и в теплицах. Также в закрытом грунте хорошо себя зарекомендовали биопрепараты. А вот в открытом народные средства и биопрепараты эффективны только при небольшом количестве вредителя или в период цветения. Чтобы каждые выходные не тратить время на обработки и не травить себя химией, сделайте весеннюю обработку. И тогда жить вам и вашему саду будет намного легче. На этом все. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, что мы есть во всех соцсетях, вконтакте, в фейсбуке, даже в инстаграме. Оставляйте комментарии. Всего хорошего. До новых встреч.